всем привет хотел сегодня показать вам несколько интересных панорамных видов сейчас одну минутку вот виллы их здесь построили несколько лет назад самое интересное вот эти вот виллы они построены из какого-то материала более легкого короче говоря мало прочный стенки полупустые вот этот бетонная вилла вот это она классная вот бетонная строится тоже вот все отличаются какие-то своеобразные у них эти есть ну как бы дополнение бетон это или нет цвета вот это мне так более-менее нравится вилла вот здесь что будет здесь это вопрос вот это похоже на ту виллу расцветки вот но проигрывает проигрывает это мое мнение на проигрывать еще мне вот эти вот пальмы деревья которые там стараются посадить это все-таки лишние мухи и лишние пчелы это все но может там давать да конечно вида мало одного который оттуда на вот эти вот цветочки деревья и долину может быть им баллы поэтому они деревья сажают может любят зелень не знаю покупают их люди и местные и приезжие недавно вот по моему вот эту виллу по моему из россии или откуда-то на русском языке разговаривают они купили вот это вилла еще строится немножко осталось а может быть уже закончили ее вот это тоже виллу несколько лет продавали около двух миллионов цена у этой виллы но вход у нее с другой стороны вот у нас въезд за другие дома вот такие у нас мимозы растут мимозы сейчас время их не вот интересные очень интересные растения идем дальше гиватамаре это палеовулкан старый как интересно и он практически был раньше до до буквально 40-х годов 50-х он был полностью покрытый камнями лавами бомбами базальтовыми всем чем угодно вот и потом он стали потихонечку потихонечку перебирать перебирать к рукам то есть застраивать часть стала относиться к афуле и эту часть стали застраивать территорию вот и в течение 50-60 лет потихонечку застраивали домами виллами тут со многих стран выходцы приезжали чтобы жить они строили свои сектора жилищные поэтому здесь разные типы домов есть многоэтажные такого типа есть многоэтажные более старые есть двух трехэтажные виллы старые есть виллы по более современным проектам очень много всего вот кстати если вы видите это солнечные бойлеры нагревают воду за счет солнца у них еще если отсюда видно возможно плохо видно зеркала еще такие ставятся ну как бы зеркала темные стекла которые нагреваются от солнца очень сильно и этим нагревают подачу воды и вот сами эти бочки они тоже нагреваются и получается что когда тепло когда и солнце и даже вот такое время вот я сейчас посуду мыл вода кипяток то есть нагревается вода очень сильно за несколько часов хорошего солнца она нагревается очень сильно и смотрите это очень даже очень даже вот вот вверху там слой лавы вот он классно слои осадочных пород здесь красиво очень красиво изумительные места все застроилось все равно какую-то часть оставили от этого леса и есть на остальной территории вулкана есть очень много лесной зоны по крайней мере кажется что это всегда так было это говорят что застроено и выращено за многие годы так раньше немножко приходил сюда афула была но сейчас она тоже классно выглядит сейчас я вам покажу ее афула афула вот все что блестит это фульские постройки сейчас зум поближе сделаю вот она красавица а и новостройки здесь и вот там дальше не видно там дальше идет дорога вон там далеко вот она это называется дорога линейка на иврите саргель квиш саргель вот и она очень ровная и прямая и где-то шесть с лишним километров вот фулл она ну давай зум уменьшайся 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 вот это вот что еще есть интересного вон они выглядят как эти стекла я их сейчас показываю рядом с рядом с этими бочками очень классно сегодня жарко уже значительно жарко потому что потому что сегодня уже мартовские дни они уже начинают быть жаркими это ближе к лету вообще но пока еще как бы это короткая часть дня жара но уже печет солнце яркое печет уже вот эти лавы части их вот они какие слои толстые это только то что мы видим то что мы видим вот они все эти слои это то что мы видим а вон они даже видно как она вспенивалась часть ее а еще сколько этой лавы лавых слоев спрятано вон они офигеть вообще они там прямо с камнями он видно надвигалась эта вот вся лавина лавовая вообще ой и что это у нас это расторопша да уже расторопша растет вот она какая еще говорят чертополох по-моему тысячелетник селибум марианум да красавец это лекарственные растения считается да посмотрим пройдемся так вот гевата моря застроена со всякими посмотрим там нет машина со сельскими перепадами вообще удивительное место удивительное вон улица внизу вон она тоже идет параллельно этой очень интересно мы когда сюда приехали воздух сосновый воздух это вообще обалдеть сейчас и когда машин было меньше сейчас машин стало больше но все равно мы часто ходили в лес очень так кстати я хотел забыл сказать забыл сказать афула это название много разных источников один из них это от слова эфель 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 и говорится что якобы это от возвышенности вот видимо там что-то было такое во фуле что оно напоминало возвышение и поэтому отсюда пошло это название вот но самое интересное что сама афула она находится в окончании разлома ответвления от разлома вот этого основного которое идет вдоль черного моря реки реки ордан этого кенерит озера и у него все это все это место которое идет вдоль разлома оно очень на низком уровне находится минус 100 минус 200 минус 150 минус 300 в зависимости какие уровень мертвого моря вообще минус 400 чем-то вот афула она попала вот в этот разлом в часть разлома буквально в ответвление небольшое которым стала долина Изариэли она раньше называлась Рамагеддон вот и вот и она сама находится на глубине можно сказать ниже уровня моря до минус 40 доходит то есть минус 40 метров ниже уровня моря удивительно значит выходит что по отношению к Афуле точка высокая точка геватамаре это плюс ну пятьсот пятнадцать вомли пятьсот семнадцать метров над уровнем моря и прибавить те 40 будет свыше пятиста пятидесяти метров вот об этом умалчивать перепад этот я всегда обращаю внимание на перепады вот так же где мертвое море там перепады тоже достигают до полутора километра пятьсот или четыреста с чем-то плюс тысяча с чем-то ну так оно и получается вот это лестница внутри лесочек вот этот и он огибается сейчас покажу вот этой дорогой поэтому сейчас шли с вами огибается улицей и такой как парковая зона что ли для отдыха и кто использует для отдыха кто просто через нее проходит вот по лестнице и все вот так что интересно разница проживания в гевата море и в афуле значительно существенная я иду по климату в афуле жарче в афуле все таки жарче здесь прохладней хотя и летом достается здесь но все равно сейчас покажу кое-какие цветочки интересные если вы камушки большие значительно камушки то есть вы знаете алоэ здесь гевата море алоэ растет дико так же как и может она теперь уже приучилась к дико расти вот и там он красавица алоэ тоже доказывает лишний раз как она приспосабливается здесь просто здесь свободно поэтому она так растет как у нас день этот выходной подходит к вечеру начинает скорые ездить полиция автобусы все оживает вот что интересно здесь воздух прекрасный нравится нравится очень красиво но я вам скажу что здесь вдохновение может прийти к человеку и человек может творчески раскрыться что-то интересное создавать мы в какой-то период здесь с Гиватамаре так получилось что просто просто так получилось что нужно было немножечко как-то жить продолжать жить здесь здесь все-таки для нас это было новое место вот надо было привыкать к нему и даже так получилось что мебель выброшенную людьми или выставленную людьми иногда брали небольшого размера типа стулья вот потихонечку обрабатывали все убирали лак ремонтировали по возможности и сейчас на эту лесу и придавали им другой вид уже как мы видим эти стулья а так потихонечку геватамаре для нас получилось еще и как ну как кладезь что ли когда у нас было желание этим заниматься и возможности вот так что вот мы пришли сюда я вам показывал уже вход это спуск в этом месте пришли сюда я сейчас устал чуть-чуть до следующего раза где тут вот так вот можно посмотреть всем всем вот всем пока до новых встреч очень рад был рассказать хоть немножко то что знаю и поделиться какая сегодня погода какие виды всем всего доброго до свидания ренуар бай до новых встреч до новых встреч до новых встреч tid за руковод